Радио 54 У нас большое разнообразие, мы не зря называемся фестиваль, а не форум, а не конференция То есть помимо какой-то пленарной части с выступлением спикеров, экспертов из Москвы, Алтая, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга У нас будут разные интерактивные форматы, например, ярмарка социальных предпринимателей Собранная не только из Новосибирска, но и, например, с Алтая приедет проект Алтайская Овоська С Иркутска будут какие-то производители экотоваров и так далее Они будут презентовать свои проекты, да? И презентовать, и ярмарка продажа, то есть, конечно, они дают что-то продать, а купить расходы на какие-то участия, как минимум Найти партнеров, которым их продукты интересны в Новосибирске Там есть, например, очень классный проект в Красноярске, который я люблю и являюсь поклонником Шапка рулит, такие креативные шапки в виде каких-то персонажей, там, мультяшных, поп-культуры и так далее Ну вот, есть люди, которые для сноубордов используют Я же понимаю, что они из Новосибирска, но все равно мы не можем их рекламировать И так далее И будет вечеринка в стиле Печекуча, такие выступления о том, что вдохновляет социальных предпринимателей Печекуча? То есть, вот почтим такие места, где, собственно, либо связаны с людьми с инвалидностью, либо с защитой животных Это будет как-то по группам? Потому что я представляю себе огромный фестиваль с огромным количеством людей Как вы пойдете куда? Нет, экскурсия, конечно, она будет по записи, там, заранее, да, организована, соответственно, параллельно будут некие воркшопы, презентации проектов Параллельно будет показ молодых модельеров и совмещенный с конкурсом, с этапом конкурса «Мисс Новосибирск», который делают наши партнеры Вероника Кальниус и так далее И вот это все, собственно, потому и называется фестивалем, что это одновременное, как бы, ну, большое событие, где происходит много разных направлений То есть, мы совмещаем, собственно, социальных предпринимателей в узком смысле людей, которые стараются помочь тем, кто оказался в какой-то сложной ситуации, так или иначе Ну, или в связи с инвалидностью испытывает затруднения, да, и так далее Параллельно это эко-бизнес, и это все, что связано с переработкой отходов Крышечки добра, да, вот эти Да, в том числе и так далее Значит, ну, не только, там, как бы, есть и более такие глубокие вещи, есть и то, как, например, любое событие сделать экологичным Потому что, вот, если посмотреть, сколько мусорных пакетов после какой-нибудь конференции обычно остается Вот наша задача все это минимизировать и обсудить стандарты просто более экологичного способа ведения бизнеса В том числе проведения событий на примере нашего фестиваля, да, и мы надеемся, что мы максимально минимизируем то количество мусора, которое наше событие произведет Ну, вот, на себе отработав какие-то вещи То есть, биоразлагаемые пакеты будут на фестиваль? Биоразлагаемые, от чего-то мы просто откажемся, например, от разовой посуды совершенно, да, безусловно, там, раздельный сбор, ну, и так далее, да, используем максимально, там, если полиграфия, то это тоже перерабатываемые материалы, которые потом можно пустить Бумага, да? Да, совершенно верно, ну, или минимизация этого всего И креативные индустрии, и тут мы видим два задела, первое, это мода, ну, почему важно, потому что есть направление эко-мода и есть направление мода для людей с инвалидностью, да, оба в Новосибирске развиваются А мода – это второй в мире производитель мусора, да, вот, ну, то есть, есть, вот, промышленные… Эко-мода наоборот Да, а эко-мода – это, вот, вопрос, можем ли мы сделать дизайнерскую вещь, которую будем с удовольствием носить 10 лет, пусть она будет меняться, как бы, в концепции, там, в сочетании и так далее, да, которая не устареет и не будет выброшена через 2 года Которая будет сделана из преработанного материала Ну, в том числе, да, в том числе, вот, например, одной из организаторов, Анны Вознесенской, лидера зеленых белок в Новосибирске, у нее лыжный костюм, который сделан из пластика, теплый и с удовольствием пользуется им и на лыжах, и… Наверное, не самостоятельно Анной, конечно Конечно, да, 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 ну, то есть, да, пока это такие фишки, они не всегда, не всегда это означает, что это дешево, но есть люди, которые склонны делать такой выбор, да, готовы за это, там, платить такие же деньги или даже иногда чуть-чуть переплачивать, да И есть направление музеи, потому что Новосибирск и вот Алтай, например, переживают настоящий музейный бум, речь не о частных, не о государственных, точнее, музеях, музея Новосибирска, краеведческих музеев, которые мы уважаем, с которыми мы дружим и находимся в партнерстве и привлекаем их как экспертов, а о множестве небольших частных музейных инициативах, да Например, там вот интегральный музей Академии Городка Анастасии Близнюк, да, в Академии Городке, собственно, музей-квартира, который расположен непосредственно в ее квартире, да, там вот по соседству с жилой зоной, да Там музей СССР, как тоже частная инициатива, один из ярких очень, да, одно из ярких мест Новосибирска И там замечательный проект вокруг улицы Инская, который развивает тоже целый ряд людей, ну, как бы в сотрудничестве с музеем города И мы, например, идея создания на базе дома под часами музея конструктивизма, да, а это вот тоже частное пространство, являющееся памятником архитектуры регионального значения, хотя мы верим, что статус может быть повышен, да, соответственно И вот как люди, которые увлечены темой сохранения наследия, популяризации наследия архитектуры и не только, могут внести свой вклад в развитие городской среды, популяризацию всей этой истории и так далее Вот, и самое интересное пересечение, вот тут таким символом для нас является всех трех тем, то есть социальный, креативных индустрий и эко Вот таким символом является проект Алтайская Авоська, да, то есть есть подобный проект Авоська дарит надежду в Москве, где слепые люди, ну, это традиционная история достаточно Вот тут, кстати, недалеко от студии было производство общества слепых в Новосибирске, в частности, комбинат, да, сейчас там несложные, по-моему, времена это все переживает история, к сожалению Но, где слепые люди вязали авоськи, ну, одно дело, когда эта авоська дешевая, да, они делают яркие, креативные авоськи, которые продаются в дорогих магазинах, которые люди покупают для сувенирки лично или корпорация дарит Потому что это, а, экологично это не пакет, б, это креативно, ярко, с этим не стыдно куда-то там пойти, показать, подарить и так далее, да И при этом, ну, люди, которые сложно найти какую-то работу в другой сфере, получают признание и, ну, доход, соответственно, да, и это вот сочетание всех трех Социального, эко, да, потому что авоська многоразовая, позволяет нам отказаться от пакета, занимает мало места удобно И креативного, потому что она классная, стильная, можно подобрать к любому наряду, ну, кроме, там, костюма тройки, наверное Вот Мы хотели спросить один-два примера удачных, но, похоже, вы мне рассказали все, что участвует в ярмарке Это такие крупные достаточно проекты Я думала, представляла себе фестиваль, как вот пришла молодая я, хочу начать свой бизнес и помогите мне Такого нет? Есть, но у нас будут специальные, то есть, ну, давайте так, наши партнеры, например, некие фонды, вот, московские, фонд «На встречу переменам» Они прямо 16-го, там, числа объявят, или 15-го, свой конкурс, вот, вещение очередное Они поддерживают социальных предпринимателей, ориентированных на детей, которые стремятся, чтобы это... И уже были проекты в Новосибирске, которые получали их поддержку Да, ведь у вас уже второй фестиваль, наверняка, после первого фестиваля какие-то проекты были, и они уже работают Ну, вы можете работать, вы же можете сделать проект для детей, да, и, значит, ну, как правило, это, кстати, люди делают, которым существенно больше 18-ти как раз, да Ну, уже, там, в статусе родителей, или даже, там, более взрослые, и, значит, там, бабушки реже пока Значит, ну, этот тренд тоже идет вовлечение людей старшего поколения И для молодежи есть множество вот таких, ну, скажем, а, сами социальные предприниматели вдохновляют, рассказывают реальную историю, как они это делают, да И, например, компания «Норильский никель» обещает привести социальных предпринимателей из своих городов И когда люди видят, где это происходит, ну, там, на севере, не знаю, в Манчегорске, например, да То точно почему бы это не сделать в Новосибирске, который полутора или двухмиллионный город, да Вот, и, соответственно, там, фонд «Наше будущее», например, который дает займы начинающим социальным предпринимателям, там, 2 миллиона без процентов на несколько лет Вот несколько проектов в Новосибирске получили такую поддержку, как сложных технологических, так и не очень сложных, там, например, в начале вот десятых годов, там, организатор такого частного детского сада с эко-направленностью Но она потом по семейной линии, скажем, переехала, покинула Новосибирск и там проект трансформировался, да Но есть проекты живые, которые активно развиваются, там, вот IT-сервис, где люди с ограничением по слуху, глухие, да, получают возможность учиться и ремонтировать компьютеры, зарабатывая на этом Или известные производители велотренажеров для детей с ДЦП, да, «Ангел Соло», вот, они тоже являются, соответственно, получили такую поддержку И это открыто, как бы, там, текущие конкурсы, в которых все желающие предприниматели и даже некоммерческие организации могут принимать участие Вот, и мы верим, будут представители мэрии, там, правительства, профильных организаций, которые поддерживают начинающих предпринимателей, они будут рассказывать, как можно ли социальным предпринимателям у них что-то получить Они видят сейчас тоже для себя такую аудиторию, да, но мы верим больше в общение социальных предпринимателей друг с другом То есть, вот, ты думаешь в каком-то проекте, там, не знаю, «Магазин без упаковки» есть такая модная тема сейчас А вот тебе из Тюмени девушка, которая это организовала, она тебе говорит, как и почему она это сделала и сколько денег у нее реально на что ушло, да И это гораздо больше или вдохновляет, или отрезвляет кого-то, ну, что полезнее, чем, вот, скажем, слушать каких-то там представителей Ты можешь прийти на ярмарку, на фестиваль и присоединиться к какой-нибудь одной из этих компаний? Ну, видите, тут эта же история уже личная, да, вопрос совпадения характеров, интересов, устремлений и так далее Ну, в том числе и такой практикум Да, 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 то есть, мы на это надеемся, и те коллеги, которые из других регионов к нам приезжают, из Томска, с Алтая, там, с Кемерово, значит, они точно надеются каких-то партнеров найти Все, кого вы перечислили, все проекты, про которые вы рассказали сегодня, все будут участвовать в этот раз в фестивале Да Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM